Иглоукалывание применяется на Востоке с древнейших времен. И сегодня это один из популярных методов лечения, который во многих случаях позволяет избежать операции. Кому и чем полезна иглорефлексотерапия, решила узнать моя коллега Алина Багилова. Врач-невролог, иглорефлексотерапевт – это человек, встреча с которым неизбежна для участника соревнований любого уровня, причем как для любителей, так и для профессионалов. К тому же, такому коварному недугу, как позвоночная грыжа, подвержен каждый. Ведь поражают болезни офисных сотрудников и спортсменов, и людей, выполняющих тяжелую физическую работу. Многим грозит операция, или все-таки есть другой выход, и оперативного вмешательства можно избежать. Ибрагим Арсенович настоятельно советует по возможности избегать операции без жизненно важных для этого показаний и отдавать предпочтение в лечении комплексной терапии. Если брать статистику, то хочется упомянуть про заболевание позвоночного столба, которое превалирует у моих пациентов, в частности, конечно же, поясничный отдел, на втором месте у нас идет шейный отдел. К нам обращаются люди после аварии, люди, которые восстанавливаются после инсультов. Ими тоже мы очень углубленно занимаемся, и довольно успешно, уже довольно много лет. Занимаемся пациентами с грыжами позвоночного столба, с самыми сложными случаями, и попытаемся избавить от операций. Прикладываем все усилия, конечно же, с помощью новых технологий. И благодаря комплексному подходу нашим пациентам мы достигаем всегда результата. И в нашем центре мы стараемся принимать людей, которым исключительно мы можем помочь. Я спортсмен, занимаюсь спортом, и каждый раз бывает так, что я получаю травмы различные, и по сей день я обращаюсь к Ибрагиму. Всегда он находит подход к каждой травме, и всегда меня лечит, ставит на ноги. Профессия врача неразрывно связана с добротой и милосердием, особенно когда используешь свои знания в области медицины во благо. Ибрагим спасает от боли и осложнений детей с диагнозом ДЦП абсолютно бесплатно. Я принимаю на бесплатной основе также детишек с расстройствами центральной нервной системы, ДЦП, ЗПР, задержка психоречевого развития, детей с СДВГ, работаем мы с ними довольно часто. В медицинском центре активно используют иглорефлексотерапию. Методика лечения считается одной из старейших и заняла прочное место в комплексе восстановительных мероприятий при лечении разных заболеваний. Иглы не дают ничего побочного. Многие люди получают информацию из интернета абсолютно неправдивой. Акупунктура существует 3000 лет, и за все это время не было никаких побочных явлений ни у кого и никогда. Зависит от диагноза и от состояния больного, которые приходят к нам. Больные к нам приходят на любой сорт. Это и дистонии, это и грыжи дисков, это и неврологии, щитовидная железа, и внутренние органы все, внутренние болезни. Все это лечится одними иглами. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.